Всем халло, дорогие зрители канала, с вами Рандом Шорт. Сегодня я вам хочу показать эксклюзивы китайской версии ПВЗ по сравнению с оригиналом. Тёмные века в оригинале имеют всего 20 уровней, тогда как в китайке их аж 25. Куча новых растений, зомби и мини-игр ждут вас в этом видео. Ну а мы пожалуй начнём. Что ж, на первом уровне ничего нового не было. Но для незнающих расскажу. Тёмные века отличаются ночным антуражем, здесь не падает солнце с неба, их можно собирать только из специальных могил. Также в начале волны зомби из могилы влезает один такой чёрт. На втором уровне нас встречают туман и новые растения. Туман кстати выполнен гораздо лучше чем то, что я видел в одном из предыдущих видео, но забудем об этом. Туман легко рассеивается новым растением, кустом, фонарём. Его радиус действия не очень большой, но ульта конечно решает. Вообще туман представляет опасность лишь в том случае, если растение не видит где зомби, но данные особенности нас лишили. На следующем же уровне встречаем нового зомби-бандита. Его прикол в том, что пока он находится в тумане, он выпивает зелье, с помощью которого он становится невидимым. Если зомби выйдет из тумана, то его также нельзя будет увидеть, но если поставить куст в фонарь, то его едва ли становится видно. На самом деле достаточно интересный зомби с прикольной механикой. Четвёртый уровень встречает нас с конвейером, на котором нам демонстрируют новое растение ледогриба. В отличие от первой части, здесь он стреляет замораживающими снарядами, со временем вырастая и наращивая свою мощь. На финальной стадии роста, гриб стреляет одним большим снарядом, который при столкновении разлетается на несколько маленьких. Ульта гриба заключается в том, что в начале поля спавнится в прямом смысле пещера, куда затягивает абсолютно любого зомби. Мощно, что сказать. Скипнем пятый и перейдём сразу к шестому уровню. Если вы помните, то в прохождении китайской версии ПВЗ-2 без подсолнухов на локации Небесный город была похожая мини-игра. Здесь она гораздо проще, но представляет нам сразу два новых зомби. Во-первых, этот уровень отсылка на сказку Три поросёнка. А во-вторых, новый зомби здесь это чертёнок волк и зомби волк с факелом. В целом уровень скучноватый, так как оба этих зомби ничего не смогут сделать против этой огневой мощи. Девятый уровень встретил нас с неприятным сюрпризом. Появился новый зомби-рыцарь на лошади. Пожалуй, из всех зомби этот самый опасный. Его особенность состоит в том, что когда лошадь натыкается на ближайшее растение, то кидает зомби-рыцаря вперёд на одну клетку. Если вы скажете, что это мало, то поймите, что почти в конце поля у вас идёт огромный прочности рыцарь и его не менее прочная лошадь. Но несмотря на всю бесячность, зомби крутой. На 11 уровне я решил показать премиумные растения из тёмных веков. Первым стал дубовый лучник, который был в китайской версии первой части ПВЗ. Здесь его урон довольно слаб, а перезарядка оставляет желать лучшего, как и цена, но ульта действительно хороша. Лучник выстреливает туевые хучи и в зомби, отнимая у них почти всё здоровье. Следующий уровень хоть и был челленджем, но довольно простым. Здесь я взял огнегриб. Он также имеет стадии роста, но на этот раз стреляет не ледяными шарами во врагов, а огненными. При воздействии ульты на поле появляется ряд огня, подходя к которому зомби останавливаются и получают довольно большой урон. Действительно стоящий грибок. Ещё один конвейер с новым зомби и новым растением. Новые зомби Архимаг способен усыплять наши растения, что даже ульта их разбудить не способна. На помощь к нам приходит кофейный боб, который очень даже интересно вписан во второй часть игры. Правда вот Архимаг настолько часто стреляет усыпляющим газом, что просто не хватает кофейных зёрен. Далее я вам решил показать новый Адуванчик. Да, он есть в оригинале, но здесь он немного отличается и больше похож на Адуванчик из китайской версии первой части ПВЗ. Он стреляет только вперёд, нанося средний урон. При использовании ульты он стреляет сразу оравый бомб, который за секунду убивает зомби с конусом. На уровне также есть проблема. Кофейный боб здесь стоит немало, так и перезаряжается медленно. В общем крутой уровень 3 из 10. Следующий 15 уровень навевает воспоминания о мини-игре Размаш зомби. Здесь вместо колотушки есть дубовый лучник, куда нажмёшь туда и полетит стрела. Стрел всего 3 вида. Обычные и бесконечные, мощные и 5 стрел. С помощью этих стрел мы должны убить всех зомби на уровне. Их также 3 вида. Зомби маг, зомби архимаг и гаргантюа. Первые 2 могут стрелять всю нас своими залпами, которые наносят нашему лучнику урон. Если растение убьют, то мы проиграем. Также мощные и 5 стрельные стрелы можно копить с помощью бафов, которые иногда будут появляться на уровне. Также с помощью бафов можно пополнить себе здоровье. Про 16 уровень скажу лишь то, что я взял новое растение. Это брокколи. Но они действуют так же, как и в китайской версии первой части. На неё у меня есть обзор, поэтому если вам интересно, то перейдите по подсказке сверху. 20 уровень, как и 6. Здесь даже эксклюзивности нет. Собственно на этом эксклюзивности закончились. Давайте посмотрим на босса. Кстати, босса я смог пройти лишь третьи попытки, поэтому не думайте, что здесь всё настолько просто. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Что ж, увидимся на следующей неделе с новым видео. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Рандом Шорт и всем гудбай. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok